Как рассказал Паскуалли Терачан, один из самых крупных инвесторов республики готов к сотрудничеству в этом направлении. Со своей стороны Вениамин Кондратьев отметил, что опыт зарубежных коллег будет полезен для Краснодарского края. Зелёная энергетика, которая тоже очень традиционно развита в Италии, для нас тоже является потенциальным предметом совместной деятельности. В частности, ветропарки, которые хорошо себя зарекомендовали в Италии, конечно, тоже, я уверен, могут себя хорошо зарекомендовать в Краснодарском крае. Если это вызовет интерес у вас, у итальянского бизнеса, то мы готовы непосредственно показать площадки с инфраструктурой, где можно было бы разместить ветропарки, которые создадут нам дополнительную экономику в нашем регионе. Кроме того, Краснодарский край сегодня видит итальянских бизнесменов в качестве партнёров в развитии АПК. Так, например, одним из направлений работы может стать строительство совместных производств сельхозтехники. Исходя из сегодняшнего курса евро, я ещё раз хочу подчеркнуть, что, конечно, даже та сельхозтехника, которая производится в Италии, теперь достаточно сложна в доступности для наших аграриев. Но у нас сегодня достаточно устойчивый, хорошо развивающийся агропромышленный комплекс, поэтому здесь, конечно, я бы не хотел, чтобы наш агропромышленный комплекс лишился высококачественной итальянской сельхозтехники. Поэтому всё-таки ещё раз возвращаюсь к вопросу создания совместных предприятий непосредственно на территории Краснодарского края по производству или сборке сельхозтехники. Сложно предсказать, что будет дальше на мировой политической арене. Поэтому я предлагаю просто не ждать, а заниматься делом, заниматься экономикой, заниматься бизнесом. От этого мы будем только богаче. Вы правильно заметили, что для местных аграриев оборудование из Италии сегодня достаточно дорогое. И действительно, было бы и дешевле, и удобнее производить нашу технику на территории Краснодарского края. Если говорить о финансировании, то Италия предлагает различные инструменты, которые мы готовы обсудить более детально. Это уже второй визит итальянской делегации в Краснодарский край. В состав бизнес-миссии вошли 54 иностранных компаний. Сегодня инвесторам презентовали потенциал Кубани и рассказали, чем богат регион. В частности, представили проекты в сельском хозяйстве, строительстве и медицине. Добавлю также, что на территории края работают шесть итальянских предприятий. Продолжение следует...